Выставка картин художницы Натальи Рыкуновой, которая открылась в Щелковском историко-краеведческом музее в ведущий четверг, не первая в ее творческой биографии. Персональные выставки Натальи Васильевны уже могли видеть жителей Щелково, а ее живописные полотна хранятся в собрании Всероссийского фонда культуры в Москве, культурного центра польского города Гнезно, Сергиева-Посадского историко-художественного музея, Щелковской художественной галереи, а также в частных коллекциях как России, так и зарубежных стран – Швейцарии, Германии, Норвегии, Франции и Польши. Главное в жизни художника – картины. Что он хочет выразить, когда берет кисть? Ну вот знаете, создание картины – это, ну, может быть, для каждого художника это по-разному происходит, но, с другой стороны, как для меня это, ну, в какой-то период времени это какое-то самовыражение, нельзя вот так вот рассказать про картину, что вот там просто изображено там то-то и то-то, вот, в ней обычно отражается какое-то состояние на данный момент, когда пишется, вот, и, вероятно, оно как-то передаётся через картину. Слова эти непростые – когда пишется. Это о том, что творчество – состояние души. Не зря, вот, наверное, по принципу, как Джава говорил, каждый пишет, как он дышит. И, как бы, картина, которая рождается вот в какой-то момент, она именно такая. А, может быть, даже на эту тему, задумав буквально через несколько дней или что, она будет совершенно другая. Это вот именно, ну, рождается в данный момент, в данный промежуток времени. На выставке собраны картины Натальи Рыкуновой, созданные за два-три десятка лет. Работает она в основном в камерных жанрах. Её натюрморты и пейзажные работы отличаются оригинальным подходом к композиции и чёткой графичной прорисовкой. Есть работы, которые посвящены Щёлкову. На одной из них – здание Щёлковского историко-краеведческого музея. С музеем сотрудничаем. И ребят, которые вот занимаются в моей студии, я тоже часто привожу в музей. Вот, и мы участвуем в конкурсах там. Мы разговаривали с Натальей Васильевной в её изо-студии, которая называется «Куб». На стенах здесь висят работы её учеников, среди которых есть уже известные в нашем городском округе профессиональные дизайнеры и архитекторы. Например, в изо-студии Натальи Рыкуновой первое художественное образование получал архитектор, автор проекта реконструкции Щёлковского историко-краеведческого музея, других объектов и территорий в нашем городе Алексей Воробьёв. Многие бывшие ученики Натальи Васильевны сейчас учатся в вузах на факультетах, имеющих отношение к изобразительному творчеству. Созданная художницей 28 лет назад сначала для своих детей и за студию «Куб» теперь известна многим, и не только жителям Щёлкова. Сейчас здесь занимаются и дети, и взрослые люди, которые хотят повысить свой творческий уровень. Под добрым и чутким началом Натальи Рыкуновой. Новая персональная выставка художницы в Щёлковском историко-краеведческом музее будет работать до 29 ноября. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok